Девушки отдыхают Если охватить пыл, то кастрация или стерилизация Если говорить именно о жаре, все-таки у них шерсть Да, сейчас в квартире складывается такая обстановка, что мы уходя на работу Слишком открытые окна мы оставить не можем никак Это не безопасно, порточки тоже достаточно опасны А микропроветривание никогда не справляется с этой проблемой Сейчас очень душно, не то что жарко, а очень душно И все условия складываются для того, чтобы животное перегрелось Тем более тепловой удар получить можно в затененной квартире Просто при повышенной температуре и очень важно при повышенной влажности Очень часто это еще и происходит в дороге Потому что сейчас мы отправляемся на отдых, животных мы часто берем с собой Особенно это собаки крупных пород, которые, например, передвигаются в автомобиле Где-то в багажнике Значительное время, от трех до пяти часов Для них очень сложно каким-то образом охладиться Тем более, что у животных механизмов охлаждения не так много, как у нас У них не работает потоотделение Например, нам жарко, у нас сразу потоотделение, температура понижает Они через язык, да, вроде там охлаждаются Фактически невозможно, если это собаки, то это дыхание А дыхание при тепловом ударе может, если в норме это 20-40, да, дыхательных движений То при тепловом ударе при перегреве это 300-400 дыхательных движений В минуту? В минуту, да, это возрастает до такой степени Как быстро дышат? У кошек это за счет, в малой степени дыхания, но за счет потоотделения на лапах Да, у них там есть потовые железы Мы очень часто можем, когда кошка переживает, потрогать, они будут мокрые И за счет кончиков ушей, вот, они могут охлаждаться Но иногда кошки начинают дышать, как собаки Вот как раз это тревожный симптом У собак мы это можем видеть каким образом? Это шаткая походка, это угнетение с безграничным, скажем, возбуждением таким очень ненормальным Вот, это отказ от кормления, да, от еды очень часто происходит Вот, и животное очень часто лежит в нехарактерной позе для себя Что же делать? Если вы в дороге, то здесь нужно остановиться и собаку охладить или кошку Каким образом это можно сделать? Можно уснуть фарточку, пока едете А, можно и так Можно полить водой, лучше смочить полотенце и накрыть животное Таким образом мы охладим его быстрее Если в домашних условиях, да, набрать холодной воды ванну или холодный душ Только не слишком резкий, да, и охладить Вот, если же вы на работе приходите с работы и видите такую картину То обязательно обратите в ветеринарную клинику Никаких препаратов здесь использовать не следует Потому что ничего не приведет к желаемому успеху В первую очередь это охладить И в клинике мы тоже, в первую очередь, занимаемся охлаждением животного А вот как оставить его дома, чтобы он не перегрелся? Есть какие-то советы? Вот, может быть, вентилятор поставить, как на фотографии за вашей спиной? Все охлаждающие элементы Это все-таки не очень хорошо Почему? Потому что животные не могут регулировать теплообмен сами по себе И не могут понимать о том, что они переохлаждены Например, если мы будем включать кондиционеры То животное будет находиться, там, кот или кошка Моего кота не выгнат из-под кондиционера Ну, невозможно практически То есть он не поймет, что ему уже опасно и нужно уходить? Конечно, ему прохладно и без разницы Ему прохладно и это главное, да Поэтому закрываем кондук, кондиционер включаем Здесь каким образом? Прохладную воду оставлять В достаточном количестве ее оставлять Каким-то образом бороться с влажностью С сверхсильным в квартире Ну и естественная тень, да В теневой комнате где-то оставлять И перед тем, как вы уходите, хорошо проветривать Нужно ли чаще вычесывать животных вот в этот летний период? Смотрите, здесь очень спорно Потому что шерсть это все-таки теплоизолятор Теплоизолятор как сохраняющий тепло То есть им не жарко в этой шубке? Не слишком жарко, да Это проблема черных котов Но и в то же время те черные коты Которые находятся на солнечной В прямой солнечный свет выпадает А в остальных моментах нет Все-таки шерсть это теплоизолирующий такой момент И им не так жарко, как нам С собаками есть какие-то нюансы В отличие от котов? Или здесь все в принципе универсально? Здесь все в принципе вместе С собакам важно, наверное, в большей степени, чем кошкам Это чистая, свежая, прохладная вода Таким образом будет охлаждение достаточное Ну и наблюдать за тем, чтобы все-таки Животное долго не находилось Если кошки, они как-то особо не любят греться, да То собаки как раз в должной степени находятся Перегреваются А есть какие-то животные, которым вообще Перегрев очень опасен? Маленькие какие-то, большие Это грызуны Грызуны им не очень хорошо Перегрев и многие из них погибают Кролики, мальские сынки могут погибать Тут надо быть предельно внимательным Оставляя их дома где-то Ни хомяка, ни в коем случае не оставлять На окне не оставлять Крептилий ни в коем случае нельзя оставлять На окне, ни в слишком сухих помещениях Для них это будет фатально Потому что теплообмен у них практически не работает А им что делать? Может им больше воды? Они сами не будут купаться в воде? Им соблюдать условия все-таки содержания Потому что там... Завел хомячка, купи кондиционер Завел хомячка, не ставь его на окно в жаркую погоду Все-таки куда-то подальше Пока не находишься дома, в тенек, да, куда-нибудь В ванную комнату, на стиральную машинку поставить Ни в коем случае не использовать банки и аквариумы Для таких животных Это все, он сварится там сразу же Если вы не любите есть Будьте внимательны к своим домашним животным Потому что сейчас эта неделя будет очень жарко И важно, чтобы ваши котики, собачки, хомячки и попугаи Не перегревались и чувствовали себя хорошо Ветеринарный врач Николай Леонов Был в нашей студии, эксперт программы «Новое утро» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова